МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Денис Жарков в этом выпуске. Учуя ты метан и сероводород. Эти показания, в отличие от показаний маленьких переносных газоанализаторов, высокоточные. В регионе появилась уникальная передвижная лаборатория, которая всего за 15 минут определит, откуда дует вредный воздух. Приют для усталого машиниста. На станции Иртышская открылся новый дом отдыха для локомотивных бригад. Пес сбежал. Семья Байгужиновых полгода не может вернуть себе собаку. Прежний владелец сначала ему ее подарил, потом забрал. И не отдает даже по решению суда. Ну что, жалуетесь на шпроты и мертвых голубей? В Роспотребнадзоре рассказали о самых абсурдных обращениях граждан. Путевка в четвертьфинал Кубка Гагарина. Кто покажет лучшие движения, нацеленность на ворота, это принесет успех. У Авангарда сегодня решающая встреча с Салаватом Юлаевым в Уфе. В регионе появилась уникальная предвижная экологическая лаборатория. Таких в стране только две. Новейший электронный нос сразу учует, откуда ветер дует и определит, где именно произошла утечка метана, сероводорода, оксида азота или других вредных веществ. Мобильную станцию губернатору Александру Буркову представили этим утром. Изучила технику и наш корреспондент Екатерина Булучевская. И заодно выяснила, когда же амичи смогут вздохнуть полной грудью, не опасаясь за свое здоровье. Машина подключается к интернету. И данные сервера могут отправляться на любой удаленный рабочий стол. Также можно формировать отчеты, отсылать их по электронной почте и выводить на любой компьютер. Ну вот это, наверное, очень важно. Чтобы население видело, что у нас происходит на территории города с загрязняющими веществами. Глава региона Александр Бурков осматривает уникальную лабораторию, которая в будущем может кардинально изменить экологическую обстановку в регионе. Мобильная установка способна выявлять в воздухе даже самое минимальное содержание вредных химикатов. Но главное устанавливать источник загрязнения. Внутри машины помимо газоанализаторов установлена полноценная метеостанция. Давление, направление воздушных потоков и десятки других параметров позволят точно определить, откуда дует вредный ветер. Причем не только днем, но и ночью, когда в основном и происходит газовая атака. Она работает от минус 50 до плюс 50. То есть автомобиль также оснащен системами автономного подогрева, кондиционирования. То есть анализаторы сами будут находиться всегда в стационарных условиях при одинаковой температуре. Зонды, которые отбирают пробу, они оснащены подогревом. Даже в отрицательной температуре у нас не будет искажения результатов. Сегодня таких экомобилей в России всего два. Омская передвижная лаборатория станет основой нового высокотехнологичного центра оперативного контроля за качеством воздуха. По своим технологическим свойствам отечественная лаборатория не уступает международным. Здесь установлены сразу семь газоанализаторов, которые определяют все основные загрязняющие атмосферу вещества. Это и оксид азота, оксид серы, сероводород, углеводород и, конечно, метан. Кроме того, в приборы встроены вот такие специальные электронные табло, на которых в режиме реального времени выводится количество вредных примесей в воздухе. И эти показания, в отличие от показаний маленьких переносных газоанализаторов, высокоточные. Если в воздухе превышены вредные вещества, лабораторному компьютеру понадобится всего 15 минут, чтобы подготовить полный отчет. Автоматический сводка об опасности может быть направлена в надзорные органы. Но губернатор Александр Бурков предлагает сделать работу установки максимально прозрачной и открытой для каждого мяча. И выводить данные с приборов на городские мониторы. В любое время на зеленую линию на телефон может обращаться гражданин. И тоже будет соответствующая реакция. Машина будет выезжать в тот или иной район, откуда будут обращения и делать тоже анализ. В период, когда неблагоприятна, допустим, природная обстановка, они будут находиться в промзоне и снимать информацию. Дальше идет сигнал надзорные федеральные органы. И совместно с представителями Минприроды мы выезжаем на территорию с федеральными надзорными органами, на территорию того или иного предприятия. Передвижная лаборатория полностью автоматическая. Для контроля работы всех систем необходим лишь один рабочий. Сейчас специалисты проходят специальное обучение и уже через месяц будут готовы приступить к работе. А значит, уже в апреле установка выйдет на круглосуточное дежурство, чтобы мячи могли дышать полной грудью. Екатерина Булучевская, Сергей Гаев, 12 канал. Машинисты после смены будут восстанавливать силы в новом доме отдыха. Его торжественно открыли на станции РТЖ в Нововаршавском районе. Каждые сутки здесь проходит около 160 поездов, а скоро их число возрастет до 200. За этот промежуток времени на магистрали сменяется не один поток машинистов. В доме отдыха будут восстанавливать силы между поездками локомотивной бригады пяти железнодорожных депо Западной Сибири и Южного Урала. Одновременно в новом трехэтажном здании могут отдыхать 113 машинистов и помощников. К их услугам 58 спальных номеров, столовая, тренажерный зал, а на прилегающей территории обустроили спортплощадку, террасу и две автостоянки. Добавлю, что для Омской области российские железные дороги важный стратегический партнер. В подразделениях компании трудятся свыше 10 тысяч мячей, а с открытием нового дома отдыха на станции Иртышская появится еще два десятка новых рабочих мест. Около 500 волонтеров 18 марта будут дежурить на избирательных участках Омска. Они станут оказывать помощь в первую очередь людям с ограниченными возможностями. Волонтерами на добровольных началах решили стать студенты и сотрудники различных организаций. Вопрос о голосовании маломобильных граждан уделено особое внимание. Специалисты заверяют, что будет сделано все, чтобы люди с особенностями здоровья имели возможность в полной мере реализовать свои избирательные права. Участки, где во время выборов президента России будут голосовать инвалиды, оборудованы пандусами. Деньги вернули благодаря вмешательству прокуратуры. В Екатерининском психоневрологическом интернате в Тарском районе Строих граждан незаконно брали средства за проживание 75% от их общего дохода, включая ежемесячную денежную выплату. После проверки Тарская межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений, но в учреждении эти требования проигнорировали. Тогда прокурор обратился в суд с требованием взыскать все, что было необоснованно удержано за оказание соцуслуг. Сейчас задолженность перед гражданами, почти 30 тысяч рублей, погашена полностью. Омские спасатели учат детей безопасному обращению с бытовым газом. Сегодня прошли уроки 84-й гимназии. Здесь для учеников провели интерактивную лекцию. В игровой форме специалисты МЧС рассказали об опасности, которую несет голубое топливо при неправильном использовании. Самое главное правило, почувствовав в квартире запах газа, не включать свет электроприбора, это может привести к взрыву. Важно открыть окна, проверить, выключены ли конфорки на плите, и вызвать спасателей по телефону 112 или службу газа по номеру 04. Когда разогреваешь обед на газовой плите, можно ли отойти и оставить ее без присмотра? Нет. Спасатели объяснили школьникам, во время кипения содержимое кастрюли может вылиться через край, потушить горелку и, если плита устаревшего образца, возможна утечка газа. Школьники на руках безопасности заметили, чтобы исключить опасность, они выбирают альтернативу газовой плите, разогревают обед в микроволновой печи. Мне удобнее в микроволновой печи разогревать, но это будет безопаснее, мне кажется. Дома всегда пользуюсь электрической плитой, разогреваю, иду сам. Уроки безопасности с участием спасателей будут проходить в течение месяца во всех школах региона. Два года колонии общего режима и штраф 89 миллионов рублей за вред нанесенной экологии Омский областной суд оставил без изменений приговор в отношении директора природоохранного предприятия МЕРК Дмитрия Золотарева. Его обвиняли в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Напомню, Золотарев больше двух лет заключал многомиллионные контракты на утилизацию токсичных отходов. При этом специального оборудования для их уничтожения у коммерсанта не было. Почти 600 тонн отходов, содержащих в своем составе полихлордефенилы, предприниматель просто закапывал на территории Омской, Тюменской и Новосибирской областей. Эти вещества относятся к стойким органическим загрязнителям, имеют высший класс опасности, они способствуют росту онкологических заболеваний и других осложнений. Собаку не вернули даже после решения суда. Запутанная история с борьбой за хаски по кличке Грей получила продолжение. Мы уже рассказывали об этом в эфире «Часа новостей» около двух лет назад. Амич Азамат Байгужина взял собаку в помощь старому питомцу Джонатану. Пес стал слепнуть, ему требовался поводырь. Хозяин Грей обещал отдать питомца безвозмездно. Якобы его супруги аллергия на животных. Собака отлично прижилась в новом доме и полюбилась всей семье. Однако вскоре прежний владелец хаски заявил, что сделка была временной и потребовал вернуть в сад. Мужчина обратился в суд. И спустя полгода разбирательств служителей Фемиды встали на сторону второго хозяина Грея, 18-летнего Азамата. Собаку должны были вернуть в семью Байгужиновых. Однако их 49-летний оппонент заявил, что Грей сбежал. Законные хозяева собаки обратились к приставам, но те в помощи отказали. Якобы нужно написать заявление о розыске, но собаку нельзя приравнять к имуществу вроде автомобиля. Поэтому схема поиска до сих пор не ясна. Больше 80 тысяч малышей по всей России в ближайшие два года пойдут в ясли. 729 специализированных детских садов откроют практически в каждом регионе. На эти цели из федерального бюджета выделят 49 миллиардов рублей. Чуть более одного из них получат Омская область. И деньги направят на открытие ясельных групп в Старом Кировске и в поселке Амур-2. Именно там вот этот вопрос стоит особенно остро. Всего же в Омске планируют открыть сразу 9 таких учреждений, в которых нуждаются почти 13 тысяч малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. А к 2021 году очередь в ясли должна быть полностью ликвидирована. Убрать погибшего голубя, запретить соседу курить или заставить продавца съесть несколько банок шпрот. Защитники прав потребителей назвали самые экзотические жалобы о мечей. Каждый год в региональный Роспотребнадзор поступает около 2000 обращений. По статистике только третья часть из них действительно требует проверки. Чаще всего помочь клиентам с нестандартными претензиями специалисты не в состоянии, могут лишь посочувствовать. Так, например, человек пожаловался на соседа, который курит в своей квартире, а из форточки дым поступают в соседнюю. В другом случае люди сфотографировали мертвого голубя на чужом балконе и посетовали, что погибшая птица нарушает санитарно-эпидемиологическую обстановку. Еще один потребитель купил 10 банок шпрот, однако остался недоволен содержимым, но не попросил вернуть ему деньги за некачественный товар, а захотел, чтобы продавца заставили съесть все 10 банок с испорченной рыбой. Со слов специалистов встречаются нелепые и курьезные обращения, когда мелкие бытовые проблемы преувеличиваются до вселенских масштабов. Поборются за путевку в четвертьфинал Кубка Гагарина, решающий седьмой матч серии «Омский авангард» уфимский Салват Юлаев состоится сегодня на льду у Фаарены. В рамках первого раунда плей-офф соперники провели уже шесть матчей, при этом каждой игробе команды демонстрировали открытый, зрелищный хоккей с обилием эффектных атак и голов. Так, в общей сложности в шести играх соперники забили 41 шайбу, при этом 22 из них на счету авангарда. Ни одна из игр не обошлась без кулачных боев. Наверняка болельщикам будет на что посмотреть и сегодня. Команды друг друга изучили досконально, поэтому здесь будет от характера зависеть в первую очередь. Ну и, как я сказал, от удачи и движения. Кто покажет лучшее движение, нацеленность на ворота, это принесет успех. Финальный матч серии «Авангард» Салават Юлаев, 12 канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19.55. И последнее. 16 марта «Амичей» приглашают встретиться у «Ковчега-8». Премьера спектакля с таким названием пройдет в Тюзи. Автор, известный немецкий режиссер и драматург Улери Хуб. Еще одно его произведение «Волез длинные носы» уже несколько лет с успехом идет на сцене Омского театра. У «Ковчега-8» история о том, как во время потопа три пингвина пытаются спасти семей на руках только два билета. Пьесу ставили во многих театрах страны, в основном в камерном формате, а «Мичи» же решили рассказать ее на большой сцене. Спектакль, обещает в Тюзи, будет интересен зрителям любого возраста. Она ориентирована на возраст от 10 до 80 лет. В душе человека происходят какие-то невероятные бури, ему все не нравится, ему все, весь окружающий мир, ему кажется, что он не под него, как говорится, заточен. Ему хочется все поменять, а менять на самом деле нужно себя. После короткой рекламы подробный прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру, там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ходил раньше Павел и Старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени. Что и склад, и магазин. Здесь каша-винни. 5 злаков, 200 граммов, всего 80 рублей. Вот это цены! Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. Ковка. 509-017. 509-017. Только в марте. Скидка 20% на все памятники. Тумба и цветник в подарок. Дом памяти. 590-594. Кровать Николет. При покупке кровати матрас в подарок. Виктория Мебель. Спонсор прогноза погоды о медицинский центр Камелот. Пластическая хирургия. Все виды операций. Пластиковек, лазерная липосакция, эндоскопический лифтинг. Завтра, 15 марта, в регионе ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха в районах в ночные часы до 13. Мороза днем минус 6, минус 1. В Омске переменная облачность. Ночью до минус 18. Днем потеплеет до минус 4. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра артутного столба. Пластическая хирургия в медицинском центре Камелот. Лифтинг-лба и бровей. Консультация хирурга бесплатно. 24 04 82. Пока это все новости. Новая информация уже в 17 часов. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова